Микс Ньюс Зари в корень, наша еженедельная передача, медицинская, с таким, я бы сказал, офтальмологическим уклоном, врач-офтальмолог, профессор Илья Саламатин у нас в студии. Снова я знаю, что вы были в командировке, и вот сейчас возможность опять побеседовать. Какие темы будем сегодня затрагивать? Ну, у нас очень много тем. Сегодня мы поговорим в первую очередь, наверное, о том, о чем я уже обещал говорить. В нашей первой передаче это проблемы сетчатки, это возрастные дегенерации сетчатки. Потом мы немножко коснемся предыдущих тем, о чем говорили мои коллеги. Это и лето, и очки, и ультрафиолет, и лазерная коррекция. И пройдемся по некоторым нюансам всех этих методов и лечения, и диагностики. И выслучим с удовольствием все ваши вопросы и постараемся на них ответить. Может быть, сначала я очень бы хотел, там конкретный случай, естественно, мы не будем его комментировать, но сейчас по СМИ пошло, я не знаю, успели прочитать, в Каргурскую поликлинику обратился человек, у него стал, я так понимаю, черный глаз, вот как он это описывает и его родственники. Он потерял зрение, и поликлиника сначала даже не знала, что это острый случай. Сказала, ну, капайте там капли. Я так понимаю, что там что-то сетчаткой могло произойти, да? Да, там могло произойти кровоизлияние обычное, да, поэтому черный цвет, черный глаз, и в результате, конечно, это требовало острой помощи, так называемой неотложной медицинской помощи в любом травматологическом пункте. Кстати говоря, я хотел напомнить, не в виде рекламы, а просто для информации о том, что у нас есть два травматологических пункта в Латвии, которые занимаются глазной помощью, это железнодорожная больница, и она относится к восточной больнице и больнице имени Павла Страды, которая находится в Пардауге. Вот эти две больницы занимаются оказанием острой, срочной медицинской помощи при глазных заболеваниях. Возвращаясь к нашим темам, начнем по порядку с заболеваний в сетчатке. В свое время, 3 или 4 года назад, нам довелось участвовать в одном из достаточно больших исследований, которые проводили совместно несколько американских и английских компаний. И это исследование касалось так называемой сухой возрастной дегенерации сетчатки. В этом исследовании приняли участие не много, не мало, а примерно 55 тысяч человек. То есть, это не 100, не 200 человек, как обычно в научных исследованиях, а это десятки тысяч. И эти люди были поделены на несколько групп. То есть, были выделены возрастные группы от 40 до 45 лет, потом от 46 до 55 лет, потом от 56 и 65 лет, ну и старше. И цель этого исследования было исследовать, какие изменения происходят, начиная с среднего возраста на сетчатке глаза человека, и второе, какие медицинские препараты, что может помочь в плане профилактики этих заболеваний. И в плане лечения таких заболеваний. Все мы много и долго говорим о витаминах, о пищевых добавках, антиоксидантах. И в этом случае как раз были исследованы пациенты, их реакция на вот эти препараты. Витамины, пищевые добавки и антиоксиданты. И оказалось, да, и исследования, мы уже были в последнем когорте, что называется, вообще-то исследования начались где-то 15 лет назад. И на протяжении 15 лет эти группы пациентов были исследованы. Так вот, оказалось, что у тех пациентов, которые начали принимать препараты, содержащие лютеин, это желтый пигмент, который содержится в сетчатке, особенно в центральных отделах сетчатки, и плюс антиоксиданты с комплексом витаминов, у этих людей на протяжении 15 лет никаких изменений сетчатки замечено не было. Интересно. Те люди, у которых начали проверять зрение и состояние сетчатки после 50 лет, да, у них у многих были замечены такие сухие дистрофические очажки центральных районных сетчатки, которые связаны с нарушением обменных веществ, с атеросклеродом, с изменением артериального давления, с остеохондрозом, в общем, со многими заболеваниями. Но эти отложения, они как бы на первых этапах никакого влияния на остроту зрения ни вблизи, ни вдали не оказывают, но со временем они накапливаются, они соединяются, они образуют конгломерат, они образуют так называемые очаги, сливаются, и в результате образуются плотные рубцовые изменения сетчатки, приводящие к стойким изменениям зрения, как вдали и вблизи. Такие вот изменения были обнаружены у пациентов старшего возраста после 65-70 лет. И тем не менее, и даже у этих пациентов все-таки антиоксиданты, витамины и пищевые добавки все-таки оказывали положительное воздействие, останавливая, а иногда же и улучшая, если не было грубых рубцовых изменений, остроту зрения и вдали, и вблизи. Точно такие же исследования были проведены в группе пациентов, у которых была катаракта. Потому что очень часто мы слышим, что надо при катаракте капать витамины, мед или еще что-то, для того, чтобы остановить развитие катаракты, чтобы ее не оперировать, чтобы остановить помутнение хрусталика и тому подобное. Так вот, только что вы услышали о том, что витамины, антиоксиданты, лютеин очень хорошо помогают притормозить, иногда вообще не дать развиться изменениями сетчатки глаза, связанные с дистрофическими изменениями. Так вот, в группе катаракты ни у одного человека положительного воздействия витаминов, антиоксидантов и подобных препаратов и пищевых добавок замечено не было. У всех благополучно развилась катаракта. Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что если вовремя начинать принимать препараты, улучшающие обменные процессы питания сетчатки, соответственно, улучшающие состояние обменных процессов, это антиоксиданты, то, соответствующим образом, мы можем предохранить свою остроту зрения или свое зрение от изменений в более старшем возрасте. И доказано, что никакие витамины, никакие пищевые добавки не могут остановить развитие катаракты. То есть, единственным способом решения катарактов является операция. Так вот, мы только что обговорили, что есть дистрофия сетчатки. Хочется отметить, что у нас есть несколько разновидностей дистрофии сетчатки. Есть врожденные, есть приобретенные. Но сегодня я буду говорить о возрастных, потому что это самая большая, самая, так сказать, очень распространенная. И самое главное, что это наиболее посещаемая пациентами группа. И все врачи, в общем-то, всегда, каждый день с несколькими такими случаями обязательно сталкиваются. Среди всех возрастных дегенераций или дистрофии сетчатки преобладает 90% сухая, о которой я только что говорил, и 10% составляет влажная или эксудативная дегенерация сетчатки, которая проявляется в том, что человек благополучно теряет центральное зрение, не видит центром, то есть у него теряется зрение вблизи. И начальными признаками такого заболевания является искажение предметов, линий, появление двоения в строчках книг, невозможность читать текст на экране телефона, и изменяется зрение вдаль, потому что появляется или серое, или темное пятно, которое мешает видеть изображение, находящееся впереди от глаза. Прорывом в лечении таких видов изменений сетчатки явился 2000 год, когда для лечения эксудативных дегенераций сетчатки стали использовать препараты, так называемые останавливающие развитие новообразованных сосудов. Сначала был изобретен лазер, так называемый фотодинамический лазер, для того, чтобы осуществлять терапию новообразованных сосудов благодаря склерозирующему воздействию лазерных лучей на эти сосуды. Но, к сожалению, вещество, которое вводилось пациентам, оно было очень дорогим, и воздействие лазера, соответственно, требовалось. И таким образом, не всем пациентам такое лечение помогало, где-то только помогало в 25% случаев, поэтому искали новые методы лечения, и вот нашли препараты, которые препятствуют развитию новообразованных сосудов сетчатки. Таким образом, не возникают кровоизлияния, не возникает этот порочный круг, когда кровоизлияние организуется, потому что им деваться некуда, там пространства очень мало, в результате чего образуются сгустки, эти сгустки формируются в соединеннотканное образование, в рубцовую ткань, и образуется мембрана, из-за которой человек теряет центральное зрение, как я уже говорил. Слепыми они и не становятся, эти люди, они теряют центральное зрение, боковое зрение у них сохраняется, поэтому так называемая полная слепота таким людям не грозит. Ну, грозит функциональная слепота. Так вот, лечение заключается единственно в том, чтобы вовремя и правильно делать соответствующие инъекции, в стекловидное тело глаза и останавливать развитие этих новообразованных сосудов. Самое правильное – получить три начальных дозы, и потом каждый месяц, и потом раз в два месяца повторять это лечение. Но, к сожалению, наше государство, в отличие от остальных, не оплачивает соответствующие уколы, и поэтому наши пенсионеры вынуждены из своих сбережений, из своих скромных пенсий оплачивать эти уколы, и поэтому, к сожалению, не могут себе позволить так часто делать эти инъекции. А если мы выходим за ранки алгоритма, то, вы сами понимаете, если мы лечим пневмонию дозами антибиотиков, то мы не можем дать одну таблетку и потом сказать, ну, извините, денег нету, ничего не получится. Надо сделать так, чтобы человек полный курс получил. Так вот, здесь я хочу просто обратиться к Минздраву, к Министерству финансов и вообще к здравомыслящим чиновникам, чтобы не слепли их отцы, матери, бабушки, дедушки, с тем, чтобы они дали возможность оплатить государству вот эти инъекции, и чтобы люди в конечном итоге, когда выходят на пенсию, не теряли возможность жить полноценной жизнью, а могли бы продолжать ее в полном объеме так, как это было. Потому что, ну что сейчас пенсионерам? Они на участке немножко поработают, а самое главное для них остается это работа с компьютером, это чтение, это просмотр телевизионных программ. Кстати, сейчас многие пожилые люди уже продвинутые из так мозга, это не в компьютере сидят. Да, да, так что я считаю, что это, конечно, очень важный момент чисто психологической, социальной адаптации, и без этого никак нельзя. Это все равно то, что человека лишить ноги, руки и так далее, зрение это еще хуже. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, таким людям надо помогать. Нам говорят, ну, тогда давайте мы сократим объем финансовой помощи для катаракт. Нет, не надо ничего сокращать. Я думаю, что надо просто правильно распределять бюджет. Не надо закупать там танки образца 70-го года, надо просто-напросто лечить людей, так как полагается. Ну, это не наш вопрос. Это будет намного продуктивнее. Все-таки несколько слов об операции по катаракте. Есть ли противопоказания, как долго к ней надо готовиться. В вашем центре можно ли ее сделать? Да, ну, наш центр находится на улице Елизабета 75 уже много лет. Я думаю, что народ уже туда достаточно широкую дорожку протоптал. Вот, и для того, чтобы подготовиться к операции по поводу катаракты, нужно сдать соответствующие анализы, которые мы обычно выдаем списком, для того, чтобы исключить заболевания, которые могут оказать влияние на заживление послеоперационное и выявить, может быть, противопоказания, когда нельзя делать подобные операции. Еще раз повторю, что все операции у нас в зале проходят в присутствии анестезиолога, особенно те операции, которые связаны с вмешательством в полость глаза. Это вот как раз катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки, кровоизлияние. И даже иногда рефракционные операции, то есть лазерные операции по коррекции зрения, мы проводим так называемые операции во сне. То есть пациент приходит, анестезиолог соответствующим образом дает седативную терапию, и пациент абсолютно расслабленный лежит, не мешает ему ни звук лазера, ни работы врачей. Он абсолютно расслабленно лежит, ничего не боится, и таким образом очень хорошо помогает нам в проведении лазерной коррекции. Потому что, ну, конечно, скажем, любой человек волнуется перед операцией, поднимается давление, еще люди есть эмоциональные, они могут вообще потерять сознание от переизбытка чувств. Вот поэтому, конечно, операции во сне приобретают все большую популярность, я считаю, что это сегодня наиболее важно. Кстати говоря, говоря о рефракционных операциях, меня часто спрашивают и рассказывают о операциях, которые проводятся в Литве. Вот у нас много людей ездит в Литву, делают там как бы операции по поводу близорукости, якобы есть там какой-то волшебный лазер холодный, сейчас там какое-то 3D приспособление сделали. Так вот, я сразу вам всем скажу, что есть такой лазер, действительно, но ничем не отличается от лазеров, которые находятся в любой клинике, это просто маркетинговый ход, маркетинговая уловка. Никакой холодный лазер. Никакого холодного лазера, никакого там супер-пупер-лазика не существует, есть, или как они называются, я уже не помню, как там, оксиген-лазик, оксиген-лазик, значит, ничего подобного в мире нет, просто откройте Google и поищите, где такой оксиген-лазер делается, да и нигде в мире не происходит. Мы ездим на сотни конгрессов каждые 3-4 года, посещаем... То есть, ничего нового от вас бы не... Да, ничего нового там нету, в том-то и дело, это просто маркетинговые ходы, причем совершенно необъяснимо, зачем врать людям, когда ничего подобного не существует, и абсолютно ничего близкого вообще в мире не создано. Все фирмы выпускают одни и те же лазеры, но это точно так же, как если бы, скажем, хирурги, да, хирурги там начали сравнивать с капелью, ну, это анекдот. Скальпель лучше, скальпель больше, скальпель меньше. Это все разновидности, да. Но скальпель есть. Нет, это один и тот же, его другим не сделаешь. Точно так же там говорят насчет фемтосекундных операций. Понятно, что фемтосекундные операции самые продвинутые операции сегодня в мире, вот, и если говорить честно, то нигде уже практически в мире бритвами, как вот в Литве, не делают операции. Все операции делают при помощи фемтосекундных лазеров, потому что благодаря их точности и, самое главное, безопасность. Вот. А там рассказывают, что фемтосекундные лазеры уже давным-давно пройдены на этап. Какой пройдены на этап? Какой пройдены на этап, когда они только вот в 2003 году появились? Какой пройдены на этап? Вот. И в результате, так сказать, всех этих маркетинговых ходов, этих интересных игр словесных появляются, так сказать, пациенты, и в результате нам приходится периодически все исправлять. Вот. Поэтому, еще раз говорю, что я не против Литвы, лазеров и так далее. Пожалуйста, только надо действительно разбираться в том, что есть правда, а что есть, в общем-то, неправда. Это то, что касается рефракционных операций. Перейдем к катарактам, все-таки. Мы о них начали. Мы сделаем такую небольшую интригу, создадим, да, вот обязательно по катаракте подробнее. Буквально через пару минут новости и реклама. Не переключайтесь. Добрый день еще раз. Мы вот как раз в перерыве говорили, конечно, о теме катаракты и не только. Мы начнем, наверное, принимать звонки 612-939, телефон прямого эфира и первый звонок. Добрый день. Слушаю вас, Здрасте. Да, пожалуйста. Вот вы начинаете рассказывать про сетчатку. Откажите, пожалуйста, ведь в мире ведутся разработки по пересадке сетчатки. На каком уровне эти разработки и если следует ли ожидать в ближайшем будущем, что такие операции будут действительно возможны и у нас в Латвии? Сразу отвечу, да, в мире созданы прототипы, не пересадка сетчатки, ткань пересадить невозможно, а созданы прототипы сетчатки в виде чипов. Есть Argus-1 и Argus-2. Эти чипы как бы вживляют на дно глазного яблока, получают эти чипы информацию от телекамер, которые установлены на внешней стороне глаза, лба, как удобнее. И позволяют в настоящее время эти чипы как бы посылать сигнал в область мозга и определять пациентам ну, скажем так, черное, белого, какие-то возможно предметные очертания, чтобы не натыкаться, но не более того пока. Работают, конечно, над этим для того, чтобы чем-то заменять сетчатку, но, к сожалению, пока дальше вот этих чипов дело не пошло. Но их пересаживают, они уже поставлены как бы на промышленную основу, ну, и понятно, что одно это изделие, оно стоит примерно около 150-160 тысяч евро. Такие суммы. Да, то есть это чип и телекамера. ну, так вот, такие вот пока порядки цен и такие вот пока достижения в области пересадки сетчатки. Ну, в принципе, когда-то возможно ткань и... Конечно, у нас же и компьютерная техника, и, собственно говоря, сетчатка, это что? Это мозаичная компьютерная плата, собственно говоря, которая переводит световой поток, световую энергию в электрическую. Вот, и дальше по путям, если они не разрушены, слава богу, точно как же по электрическим проводам этот импульс идет к коре головного мозга, где находятся центры зрения, и образуется обзрительный образ. Вот и все. Собственно говоря, схема понятная, но, опять же, я говорю, что это все... Легко объяснить, но сделать практически очень сложно. Возвращаясь к основной теме, катаракты. Да, так вот катаракты. Значит, как я уже говорил, мы выдаем нашим пациентам предписание появиться у семейных врачей для того, чтобы пройти обследование соответствующее, и после этого они приходят к нам. Меня часто спрашивают, что такое катаракта, и почему, в общем-то, нужно что-то там оперировать. Объясню. Значит, катаракты – это помутнение второй линзы глаза. Самая сильная линза глаза – это роговица. Она находится спереди и открыта всему миру. А вторая линзочка, она более слабая. Она похожа на такое зернышко и находится внутри глаза, спрятана от внешнего мира, и она называется хрусталиком. Так вот, из-за нарушения обменных процессов, из-за нарушения процессов кровообращения, кровотока, изменения артериального давления, других… Каких-то побольше заболеваний. Других, да? Да, их сотни, да, причин. Не могу вам даже всех их сразу перечислить, потому что это передача целая, начиная от приема препаратов и заканчивая травмами. Все это, возможно, дает вот осложнение в виде помутнения хрусталиков. Как я уже говорил, в самом начале передачи, никакие витамины, никакие капли, никакие таблетки, волшебные, кремлевские и так далее, не помогают брать это помутнение. Поэтому, естественно, единственный способ это операция. Что делать во время операции? Мы меняем хрусталик. Хрусталик глаза это просто линза, обычная линза, похожая на обычную контактную линзу, только она как стеклышко с ножками, для того, чтобы могла стоять в месте, где раньше находился обычный хрусталик природный. Надо сказать, что существуют различные типы хрусталиков. В первую очередь, это хрусталики, которые дают возможность видеть даль. То есть, мы можем рассчитать хрусталики только для дали, и люди, которые в основном пользуются глазами для того, чтобы смотреть даль, ну, водить машину, смотреть телевизор, в кинотеатре что-то делать, может быть, где-то работать диспетчерами, тогда вот им нужно зрение вдаль. Иногда наши пациенты просят им улучшить зрение вблизи. Тогда мы пересаживаем хрусталики, которые улучшают зрение, рассчитываем, естественно, по специальным формулам, пересаживаем хрусталики, которые могут смоделировать зрение вблизи. Порой мы специально делаем так, что один глаз хорошо видит вдаль, а другой глаз хорошо видит вблизи, и тогда таким людям никогда не нужно больше носить очки ни для дали, ни для близи. Это, конечно, сложный процесс, потому что не каждый человек может переносить разницу между глазами, и не каждый человек чувствует себя комфортно, если есть эта разница. Поэтому мы проводим специальные пробы с контактными линзами, отпускаем людей походить, часа два, три, чтобы они посмотрели на окружающий мир, почувствовали себя в будущих линзах, и сказали бы нам, пойдет, не пойдет. Если не идет, тогда ставим одинаковые линзы, и просто-напросто потом выписываем очки для дали, или для близи, для того, чтобы люди хорошо видели или вдали, или вблизи. Но есть еще один вид хрусталиков, так называемые мультифокальные хрусталики. Это те хрусталики, которые похожи на мультифокальные очки, или так называемые прогрессивные очки. Эти очки, которые имеют несколько фокусов. Один фокус, он предназначен для рассмотрения предметов вдали, другой фокус для того, чтобы работать с компьютером, и третий фокус для того, чтобы работать вблизи, видеть мелкий шрифт газетный или на экране телефона, но уже вблизи. Эти хрусталики сейчас приобрели огромную популярность, потому что раньше они не были столь популярны, потому что все-таки для работы с компьютером требовались очки, то есть они как бы были псевдо-мультифокальные. Сейчас они действительно стали полностью мультифокальными, нашли возможность создания фокуса для работы вблизи, и поэтому очень много людей в возрасте после 45 лет, которым нужно менять свой имидж. Дело в том, что после 45 лет меняется наш хрусталик природный, он становится более плотным, поэтому те люди, которые никогда в жизни не носили очки, они постепенно начинают отдалять текст для того, чтобы лучше видеть мелкий шрифт. Ну и в конце концов длины руки больше не хватает, тогда им нужно одевать очки. Очки многие носить не хотят, поэтому они приходят для того, чтобы что-то сделать, в результате мы предлагаем вот такое решение вопроса. Но сразу скажу, что мы не всем направо и налево предлагаем это решение. Дело в том, что есть люди, которые не переносят эту мультифокальность, есть люди транспортных профессий, есть люди, служащие в армии, полицейские и так далее, которым такие хрусталики противопоказаны. Дело в том, что они все-таки немножко снижают контрастную чувствительность глаза, и это достаточно серьезный повод, особенно для того, чтобы немножко остерегаться ночного вождения, быть за рулем в ночное время суток, поэтому мы считаем, что людям, которые постоянно нужно пользоваться транспортом в ночное время суток, тем, кто работает за рулем и тем, кто связан вот как раз с службой в военных, может быть даже со спортом, со спортом как раз слава богу ничего, а вот в этих милитарных всех подразделениях и полиции, то я считаю, поскольку у них ночные дежурства и так далее, то я считаю, что им как раз это пока не надо. Сейчас идет разработка полным ходом так называемых аккомодационных хрусталиков, то есть хрусталиков полностью напоминающих природный, ну, посмотрим, если удастся, в ближайшие 2-3 года появятся аналоги и таким образом будет решена уже такая проблема как возрастное изменение зрения. Вот тогда можно будет всем направо и налево ставить такие хрусталики и не думать о том, как будет фокусироваться зрение вдаль, вблизи, на среднем расстоянии и так далее. После того, как пациент приносит в наш центр свои анализы, после того, как мы сделали все необходимые исследования для пациентов, ну, скажем, зачем нужны эти исследования? Проблема заключается в том, что довольно часто у нас хрусталики довольно мутные, мы не видим, что находится за ними. Как себя ведет сетчатка, как ведет себя зрительный нерв, какие изменения там. И поэтому нам требуются дополнительные исследования для того, чтобы пациент после операции не был разочарован, для того, чтобы он знал все-таки, какой результат его ожидает. То бывали случаи, когда мы пересаживали все очень удачно, операция просто как по маслу, хрусталик на блюдечке, все в порядке, а человек не веет. Не веет из-за того, что у него дистрофия сетчатки или атрофия зрительного нерва, или там какие-то нарушения кровообращения, или там кровоизлияние и так далее. Поэтому мы в принципе проводим все эти надлежащие исследования, начиная с ультразвукой, заканчивая специальным исследованием электрочувствительности сетчатки зрительного нерва с тем, чтобы, по крайней мере, предупредить пациента и быть самим готовым к каким-то изменениям, которые могут ожидать пациенты после операции и в конечном итоге вместе с ним решить, а нужно ли ему делать или все-таки лучше не делать эту операцию, потому что все равно зрение улучшить невозможно. Дальше. После того, как мы все это решили, мы предлагаем пациенту соответствующий способ лечения. Дело в том, что мы являемся единственной клиникой в Балтии, которая делает лазерную хирургию катаракты. Проблема заключается в том, что все-таки лазерная хирургия катаракты она достаточно дорогое удовольствие для клиники. Поэтому очень многие клиники хотели бы, но не могут себе позволить купить такое дорогостоящее оборудование и делать катаракты лазером. Мы уже их делаем с 2009 года практически 10 лет. И надо сказать, что феноменальные результаты по сравнению с обычными стандартными методами лечения. Поэтому все вот эти я как их называю премиум класса хрусталики, так называемые мультифокальные линзы, мы делаем только при помощи фемтосекундного лазера. И поэтому и у нас и линзы центрируются правильно, и собственно говоря, если конечно ничего не случается с пациентами первые два дня, если он случайно там не нагибается не вовремя или там не стукается головой там куда-нибудь, то тогда все появляется нормально и результаты очень хорошие. Что касается послеоперационного периода, вы знаете, послеоперационный период довольно разный у каждого человека, потому что очень разное состояние общего организма. Ну, скажем, нельзя сравнить восстановление зрения у человека, которому 50 лет и восстановление зрения у человека, которому 80 лет. Понятно, что у человека, которому 80 лет уже довольно изношена роговица, чаще возникают отеки, чаще возникают изменения внутриглазного давления, поэтому восстановление зрения у таких пациентов происходит гораздо более длительный срок, чем... Ну, происходит обязательно, конечно. Просто не надо торопиться, как я всегда говорю, не надо торопиться, надо посмотреть. Надо посмотреть, да. И поэтому все будет в порядке. Вот, поэтому я считаю, что сегодняшняя хирургия катаракты, она у нас, по крайней мере у нас в клинике, ничем не отличается от самых ведущих клиник мира. Тем более, я так понимаю, что иностранные пациенты могут в этом убедиться, да, приезжая в вашу клинику? это, да, эти они... Они уже делают операции. Их много, да. Видимо, им что-то страховка оплачивается. Да, и страховка оплачивает, и, конечно, страховые компании, безусловно, оплачивают, и гораздо интереснее оплачивать эти операции здесь, поскольку цена у нас, качественная операция такие же. Успея, надо принять, может быть, звонок, короткий, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, вопрос такой, контрастные ванночки для глаз, и вот, так называемая гимнастика для глаз. Как она способствует здоровью глаз? Хорошо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, у нас до сих пор очень популярен Норбеков и другие ему уже подобные авторы, которые, так сказать, а Бейтс еще, я помню, Бейтс еще книжка была такая, вот, который, значит, говорил о том, что надо делать гимнастику для глаз, о том, что, значит, катаракту можно остановить там методами соляризации, надо на солнце смотреть больше и так далее. В общем, я, честно говоря, не помню до конца вот все эти методы, но на самом деле надо сказать, что в глазу отсутствуют мышцы, которые можно было бы натренировать, как в фитнес-клубе и таким образом улучшить остроту зрения. Ну, нет таких мышц в глазу, природа не создала, к сожалению. Вертеть глазами вправо, влево, вверх, вниз и так далее, это наружные мышцы глаза, которые просто-напросто образуют синхронные движения глаз, если мы хотим увидеть что-то сбоку, сверху, снизу и так далее. Их тренировать не надо, они и так натренированы. Если просто нет косоглазия, ну, это уже другая тема. Совсем, да, это уже другая. Как-нибудь мы об этом поговорим, но сегодня не об этом. Ну, вот, поэтому, конечно, натренировать глаза невозможно. Что касается контрастных ванночек для глаз, ну, здесь можно сказать следующее. Значит, чаще всего эти контрастные ванночки используют для лечения кожных заболеваний век. Ну, здесь тоже необходимо все-таки консультацию физиотерапевтов и людей, которые, в общем-то, занимаются физиопроцедурами. Потому что самим делать такие контрасты не рекомендуется из-за того, что если, скажем, вы на 2-3 минуты сделаете ванночку с горячей водой, у вас вдруг может возникнуть острый приступ глоукома. Вы же не знаете, есть ли у вас скрытые анатомические изменения или нету, которые могут привести... А горящая ванночка вызовет расширение зрачка и, пожалуйста, острый приступ с глоукомой, который может в течение 15-20 минут, если не оказать вовремя медицинскую помощь, привести полной слепоте, причем безвозвратной. Полной слепоте. Да, полной слепоте, причем безвозвратной. Поэтому в этом случае, как я всегда говорю, у нас даже оптометристы, которые готовят пациентов, если чуть-чуть у пациента повышенное давление, они никогда не расширяют зрачок. Они приводят пациента к врачу и только врач имеет право сказать, можно ему расширять зрачок или нельзя. Это считается противопоказанием, да? Это считается противопоказанием, потому что повышенное внутриглазное давление всегда вызывает сомнения, а можно ли там расширить зрачок или нельзя. И это вообще серьезный симптом уже, да? Ну, понятно, конечно, да, потому что повышенное внутриглазное давление имеет тоже много-много Много факторов, это вопрос с глаукомой, об этом мы будем говорить уже, наверное, в следующей передаче, но, в принципе, я просто хотел сказать, что это довольно серьезный симптом, и в отличие от катаракты он необратимый, да, то есть потеря зрения от глаукомы, она необратима, но все-таки вернемся к катаракте. И вот после того, как мы сделали катаракты, все прошло, все нормально, значит, у пациента есть две недели, он в течение этих двух недель проходит реабилитацию, он, соответственно, еще образом капает капли, вот, через две недели мы выписываем первые очки, то есть первые очки для далее, для близи, то есть очки, которые, в общем-то, необходимы для того, чтобы, скажем, в тех случаях, когда мы не ставим мультифокальные линзы, помочь человеку видеть лучше или вдаль, или вблизи, ну, и после этого дальше он приходит на контроль через полгода. Сегодня я также хотел еще упомянуть об одном тоже интересном исследовании, которое, в принципе, проходит в нашей клинике, это исследование отека сетчатки при диабете. Дело все в том, что диабетическая ретинопатия широкими шагами идет по планете, то есть диабет занимает все больше и больше места, и особенно в развитых странах, диабет все-таки является до сих пор достаточно большой угрозой и для зрения, и для почек, и для других жизненных органов. То есть поражаются сосуды. Поэтому я хотел сказать, что в нашем центре мы специально открыли, так сказать, канал для скрининг-диагностики изменений сетчатки при диабете. Для этого надо позвонить по телефону 20-01-69-97, и по этому телефону вы можете записаться для того, чтобы провести скрининг по поводу... Это вот как раз вот на Элизабете-75, да, на Элизабете-75, для того, чтобы провести скрининг по поводу диабета. Это очень важно, точно так же, как провести скрининг по поводу дегенерации сетчатки. Вы, наверное, запомнили, о чем я говорил в самом начале передачи, что ее можно избежать, если вовремя начать прием антиоксидантов, витаминов и так далее. Нельзя терять время, потому что время, оно очень короткое для нас отведено, и все-таки возраст надо встречать в полном вооружении, то есть зрячими. Обязательно, ну вот ловлю вас на слове, в следующий раз, наверное, будем обсуждать Гоукому, действительно серьезное заболевание, которое требует, естественно, повышенного внимания. Игорь Соломатин у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.